Девушки отдыхают Подробнее об этом попозже Греция-Турция Самый результативный матч из четырех опозреваемых Действительно встреча лидеров группы Лидеров группы Си вызвала огромный интерес Проходила она в Греции И там тоже крайне неожиданная история Ну и наконец матч Испания-Дания Которая завершается в эти минуты как раз Так что в конце мы посмотрим Как развали события именно в этой группе Группа G Голландия-Румыния Но в этой группе Ситуация С одной стороны Очень благоприятна для сборной Голландии Ну а с другой стороны В принципе здесь все-таки Есть три команды Которые борются за две путевки Голландии, Болгарии и Румынии В общем все остальные команды В роли статистов Это понятно Люксембург, Албания Да и Словения с Беларусью Особо в общем-то Ни на что не претендует Голландцы перед этой встречей Перед этой встречей Имели 10 очков после четырех встреч У румынов было 7 очков после трех матчей Так что по потерянным очкам Ситуация была совершенно одинаковая Другое дело, что у голландцев Все-таки на три очка больше Он набран Давайте о составах Давайте о составах команд Сборная Голландии Ну в кадре у нас сейчас Были игроки сборной Румынии В том числе и капитан команды Адриан Муту А это Маркус Мерк Германский арбитр Главное действующее лицо И надеюсь оно не испортит праздника Итак Голландии, Румынии Состав голландцев В стекленбургом воротах Первый номер Вандерсар у нас приболел Что называется Второй номер Яленс Баума Четвертый Матейс Третий Иван Бронфорс Пятый Шестой Ландзат Снейдер Восьмой Бабел Седьмой Вандервар Десятый Хунтелар Девятый номер И одиннадцатый номер Ропен Сборная Румынии Лобот В воротах Первый номер Иногда его почему-то еще Лобонцем Называют Ну в принципе Это обычная буква Т Без всякого хвостика И поэтому По идее Он должен читаться Боуден Лобот Он нам сейчас показывает Камейку запасных Ларин Зейдорф Выделяется своим Ярким цветом кожи Только что Проминку Маркл Ван Бастер Главный тренер Сборной Голландии Потом состав Сборной Румынии Называть Коэн Пятнадцатый номер Тамош Четвертый Рац Третий Девятнадцатый номер Хочешь А мы видим Хорошую Очень хорошую Атаку Сборной Румынии И Марик Пробил здорово В ближний угол Молодец Теклен Гор Никулица Восьмой номер Редой Шестой Кодря Пятый Марик Девятый Муту Десятый номер Капитан команды Хорош Плотный удар Не успевал Сейчас Баума Опытнейший игрок Но не успевал Игрок Астон Вилла Винфред Баума Тут Доллар Сейчас В кадре был Очень хороший Сейчас Лобанд Ну Между прочим Лобанд Играл Немного В разных клубах И много лет Выступал за Як Так что Долларский футбол Хорошо знает Сейчас он В Бухаренском Динамо Выступает Итак И румыны И голландцы И белорусы Имеют шансы Пробиться В финальную стадию Чемпионата Европы Болгары Сегодня В этот день Не играли Люксембург прыгал В Беларуси 1-2 Албания сыграла Со Словении 0-0 Так что Внизу Таблицы Маленькие перемещения Есть Чуть выше соперников Забралась Беларусь 5 сыгранных матчей 7 очков Ну а у Словении 4 очка После 4 матчей Дальше Идут Албания Люксембург Голландия По идее Сегодня Нужно побеждать Нужно побеждать Хотя и ничья В принципе В какой-то степени Устроит Там Марка Ван Бастер Вообще Матчи С участием Голландцев Болгар и Румын Между собой Проходят В очень тяжелой Непростой борьбе Ну например На старте турнира В Румынии Сыграл В Болгарии 2-2 Дома Далее Вот обращаю внимание Болгария Нидерланды То бишь Голландия 1-1 Так что И думаю Далее Вот эти встречи Собочек Такой Из трех команд Будет очень непростым Посмотрите Как здорово Было сыграно Опять же Морикой Обратите внимание Этот форвард Играет первым номером Кстати Это форвард Донецкого Шахтера Мута Чуть-чуть дальше Располагается Чуть глубже играет Но Вообще Мута Исполняет роль Свободного художника Сегодня Матч проходит На стадионе Фейнорда В Роттердаме Арена Переполнена Где бы не играла Сборная национальная В Роттердаме В Эйнховене Или В Амстердаме Арена всегда заполнена До отказа 37-ая минута Мы видим Что румыны Ни в чем Голландцам Не уступают Пока И хорош Хорош Был этот удар Но очень Правильно Сделал Богдан Лоб Он сейчас Проводил Мяч На всякий случай Прекрасный сезон Проводит В своем клубе Рафаэль Вандервард Я сейчас говорю Про атакующего Полузащитника Донской сборной Говорю про его Гамбург Гамбург Очень долгое время Так как В принципе Был травмирован Именно Вандервард Находился В непривычной Для себя Роли Команда Классно Закомплектованно Но оказалось На дне турнира Таблицы Но сейчас Все в порядке Вандервард Играет замечательно Впрочем Как и еще Один атакующий Полузащитник Я бы их назвал Действительно Атакующими полузащитниками И Снейдер И Вандервард Очень невысокий Но при этом Здорово бьющие Великолепные Полузащитники Получается У нас Фактически Один Чистый Нападающий Кунтелар Потому что Робин Все таки В роли Инсайда Выступает Но зато Поддержка В лице Вандерварда И Снейдера Она конечно По идее Должна была Помочь Но Первый тайм Закончился Ничем 0-0 И румыны Посмотрите Какие Контратаки Проводят Удар Последовал Ну чуть-чуть Запоздал На мой Сразу Сейчас С ударом Румынский Футболист Это был Кочеш Чуть-чуть Раньше На кул Носить Удар Подкатился Под него Вы видели Опоздал Кочеш Ландзат Успел Подкатиться Но Все равно Обратим Ваше внимание На то Как Уверенно Действует Румыны Играя В Роттердаме Вот Робин Находится Пробил Много Говорят Об этом Атакующем Полузащитике Об Инсайде О том Что уйдет Он из Челси Не нравится Ему Находиться В запасе Слишком Много Времени Он там Проводит Но Многих Игроков Из Челси Сватывает В другие Клубы Кто-то Говорит Что Келеле Должен Покинуть Кто-то Говорит О том Что Уйдет И Терри Который Требует Самую Большую По-моему Во всей Англии Зарплату Хороший Был Лотный Удар Снайдера Снайдер Забивает Совершенно Невероятно По красоте И точности Голы Но это Концовка Уже Матч Румыны Абсолютно Заслужили Этого Ничейного Исхода И посмотрите Еще Можно Пробить Чуть Посильнее Если бы Пробил Мото Все правильно Сделал Но удар Несильным Получился Посмотрите Подработал Чуть Чуть И Между ног Защитника В дальний Угол Но не Сильный Удар Вот так Вот Румыния Обостряет Ситуацию В этой Группе Все Дело В том Что Румыния Будет Еще дома Играть С Голландией Это будет Осенью Поэтому В этой Ситуации Румыны Сделали Очень много И опять Муту И вновь Пробил Блистательный Сезон Проводит Он Фиорентини Человек Который Был Уволен Из Челси За то Что попался На кокаине Но обнаружили Следы Кокаина И Его просто Что называется Выгнали С треском Отправился Затем Затем Ювентус Но В итоге Оказал Сейчас Фиорентини И там Чувствует Себя Абсолютно Прекрасно Чуть не наказали Голкипера Сборной Нидерландов Стекленбурга Но все Обошлось Румыны Очень спокойно Уверенно Заканчивают Эту встречу И Если смотреть Судить Только по фрагментам Можно вообще Подумать Что румыны Были даже И лучше В какой-то Степени Ну Скажем так Все таки Игра была Равная И Вот этот счет Он в принципе Абсолютно Соответствует Происходящему На поле В общем то Не было Огромного количества Желтых карточек Всего их было Пять Не так много Для Такого Матча Голландия Румыния 0-0 Нам напоминают Как Завершились Другие матчи В этой группе И вы видите Что Голландия Первая Но по потерянным Очкам Ни Болгарии Ни Румынии Не уступают Голландцам Группа С Или группа С Сборная Норвегии И сборная На Босния Ну здесь В общем то Ситуация На мой взгляд В этой группе С одной стороны Очень простая С другой стороны Ну Неужели так все и будет Греция и Турция Между собой И будут биться За первое И второе места До вот этого Тура И турки И греки Не проиграли Ни одного матча И более того Не потеряли Ни одного очка Так вот Норвежцы Перед этой встречей Имели Шесть очков После Трех Матчей Посему В принципе Как раз Они могли Засыпиться Ну скажем так За гипотетическую Какую-то Возможность Побороться За путевку На чемпионат Европы Думаю Так что Давайте посмотрим Как норвежцы Будут играть С Боснией Герцегами Норвегия Мюрер Первый номер Ворота Хаген Третий Номер Хангелан Пятый Рисе Шестой Стрэмстад Седьмой Андерсон Восьмой Карю Десятый Педерсон Одиннадцатый Номер Хестад Двадцать второй Йонсен Двадцать четвертый И Сторбек Выступает По тридцать четвертым Номер Ох как тут Много Народу На высоченного Тяжело пришлось Сейчас Кушу Ой-ой-ой-ой Смотрите Что происходит Ну вы знаете По-моему Там как раз В Боснийской Находится Трибуна Трибуна Гостевая Ничего себе И вы знаете Еще минут Только прошла И уже матч Был остановлен На сорок минут Только когда тут Справились Со всеми Вот этими Брошенными Петардами И фаерами Вот тогда был Возобновлен Матч Вот как все проявили Боснинские болельщики Но матч Нарушал Нарушал правила Нарушал правила Можем было бы И показать Повтор этого эпизода А не показывать Главного арбитра Встречи Майкла Лорайля И Хагена И всех Кого угодно Только вот Сейчас Мы с вами Видим Ну понятно Выступает Чуставич Под пятнадцатым Номером Выступает И под восемнадцатым Играет Мирка Харгович Харейда Возглавляет Сборную Норвегию Но вот у меня Написано Что сборную Боснинских Возглавляет Музурович Фуат Музурович Центральный стадион Норвегия Улевал стадиум Осло И какой опасный момент Со штрафного Прямым ударом Миссимович Пробивает Томаса Мюр Проспал Здесь голкипер Вот так вот И к тому же Из сетки Приходится ему Выбираться Но Извиняется Он перед партнерами Откровенно говоря Проспал Просто проспал Посмотрите Какой острый Угол Как далеко До ворот было Да Вратарь здесь Ошибся И грубо Ошибся А кстати У Боснии После четырех матчей Было всего-то Четыре очка Босния Вместе с Молдовой Чаще других Играет Пока По пятой встрече Они сегодня провели Молдоване Молдоване Сыграли В ничью Домас Мат 1-1 Еще один момент И еще один гол Муслимович Отличается Вот это Босния Вот это Герцеговина Вот это Да Молдоване 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 Хаги Нужно ничем помочь Нему К своей команде И так Неожиданная Ситуация Совершенно Для норвежцев Но Норвежцы Последние годы Говорят Несмотря на В общем-то Приличный состав Не совсем Удачно Играют И что Это В надежде Вот на того Ух ты А это Положение Ну в данном случае Положение Опязано Что называется Ралли Я думаю Что это Пенальти Давайте Посмотрим Вроде бы Ничего уже И не было Посмотрите Да Нарушение Было Ничего не было Опасного Я имею ввиду Нарушение Это было Кари Подходит К мячу Ого Кстати Готовился К этому Удару Прямо По центру Пробил На вратах В этой ситуации Оказался В роли Статиста Кстати Вы видели У него На голове Уже Специальная Какая-то Повязка Он столкнулся С одним Из нападающих Норвежьей команды Но действительно Ситуация такова Что там Ребята Такие здоровые Кидает поле Фред Экстремстан К заменам Прибегали Оба наставника Иверсен Вышел на поле Потом У босницы Вышел Раделич Далее У босницы Появился Мусич У норвежцев Вместо Стремстан Стремстан Вышел Гринхэйм Ну и Наконец Еще Вышел Брэнн Вестер Сторбек Это что Касается Сборная Норвегия Нет Надо было Конечно Не правой А левой Ногой Подправлять Мяч Воротам Хагену Вот Кави Здесь Немножко На мой Гляд Переборщил Надо было Уже делать Передачу Или вообще Останавливаться В конце Концов Просто Он Заигрался Уже Кроме Мяча Ничего Не видел Это удар Правильный удар Потому что Оказался Вне Уже Вратарской Гуша От Нангуша Ну что ж Вот заканчивается Эта встреча Норвежцы Пропустили В первом тайме Вот Мисимовича Муслимовича По мячу И вот К концу матча Всего лишь один мяч Отыграли А времени остается Совсем немного Рисе Как обычно Стреляет Из своей пушки Как это делают В Ливерпуле С удовольствием Но К сожалению Бьет По тому месту В котором Находится Вратарь Вратарь просто Даже и не Двинулся Ни вправо Ни влево Обратите внимание На месте Как вкопанный Стоит 94-я минута Заканчивается Встреча Задавшись Финальный свисток Майкла Райля Еще один Неожиданный Результат Очередного Тура Отборочного Цикла Евро 2008 2-1 Босния Игорь Цеговинов Выигрывает У норвежцев Ну Тем Обращается Ситуация Для турецкой И греческой Команды Взаимоотношения Греческой И турецкой Сборных Футбольных Складывается Очень непросто Как отношения Политические Между Грецией И Турцией Понятно Во многом Это связано С кипрской Проблемой Но да бог с ним Политику оставим В стороне Греция Действующий чемпион Европы Между прочим Турки Не так уж и давно В 2002 году Становились бронзовым Призером Чемпионата мира И вот эти команды Крайне неудачно Сыграли в отборочном Цикле Чемпионата мира 2006 года В общем Тут вопрос Не попали они В финальную часть Чемпионата мира Поэтому надо Реабилитироваться Греция и Турция До этой встречи Не теряли вообще Очков В отборочном Цикле в группе ЭЦ Набрали по 9 очков И естественно Каждая из команд Здесь надеялась На лучшее Надеялась на то Что Сможет Набрать И еще По 3 Очка Естественно Кто-то Кто-то Может набрать 3 Значит Кто-то Останется С нулем Итак Сборная Греции Давайте начнем Составы Хозяев Валерия Типалинь Аэро Делос 5 Кирьяк С 25 Ситаринь С 22 Как раз Греки Сейчас Атакуют Фисос 14 Коцурань 21 Басина 6 Карабунь 10 Пятый, Нинокополус восьмой, Харистес девятый. Четвертый номер Самарас. В принципе, практически оптимальный состав от Ария Хагеля. Ну, а вот состав, который выставил Фатих Терим, наставник сборной Турции. Вулкан Демирел в воротах, 23 номер Читин, он же Сервет, второй номер. Алтин Топ, 22 номер. А тем временем уже на пятой минуте Киякос забивает первый гол в этой встрече. На пятой минуте. Да, здесь мяч отскочил, такое ощущение, что от Унджай Шанле, от нападающего, который пришел помочь своей команде. Вот это да. 26-я минута. Теперь уже штрафной в исполнении турецкой сборной. Подача. Полидис выбивает мяч подальше, но он возвращается в штрафную и счет 1-1. Но вот Тунджай исправляет свою же ошибку. Сейчас он здорово действовал в штрафной соперника. Я продолжаю в составе сборной Турции. Дикан Зан, четвертый номер. Извел место третий. Аурелио, седьмой номер. Тюмер Митин, одиннадцатый. Сырьеуглу, он же Сабри. 25-й номер. Кихан Юнал, восемнадцатый. Хакан Шойкюр, ветеран. Я уж не знаю, какую он молодость переживает по счетам. Играет под двадцатым номером. И Тунджай Шанле играет под семнадцатым номером. Вот такая напряженная игра. Видите? Защитники здесь, честно говоря, ну явно проморгали. Посмотрите, мяч возвращается в штрафную. И сразу два игрока в красной форме здесь рядышком находятся друг с другом. Никакого положения вне игры нет. И счет один-один. Молодец. Вулкан сейчас здорово. Прочитал эту ситуацию. Иначе не помчался бы к мячу. Точно был бы гол. На девятнадцатой минуте уже покинул поле Узумес в сборной Турции. Честно говоря, не знаю по какой причине. На тридцать шестой минуте Зан, опять же турок, получил желтую карточку первой в этой встрече. Но, в принципе, справлялись со своими обязанностями очень здорово. Вольфан Старк и его помощники, также немцы. Кадах и Глиндеман. А мы видим атаку сборной Турции. Вот это да. Вот это проход. Грик, по-моему, такой против просто не ожидали. Вот Тюмера Метина. Посмотрите, как он здесь легко разбирался. Вот одного выиграл, второго. Вот третий. Помог сейчас своим партнерам. Кирьяка. Все обошлось. Ланцовка первого тайма. Один-один. В принципе, по той ситуации, которая складывается в группе, ничья, наверное, бы устроила эту команду. Но, еще раз скажу, в отношении и футбольной, в том числе Греции и Турции, они достойны отдельного описания. Поэтому здесь война будет идти до последней минуты, до последней секунды, до финального свистка. Итак, первый тайм позади. Один-один. Замен пока сделано не было. В составе сборной Греции. Мы говорили уже о вынужденном замене в составе сборной Турции. Вот он, Хакан Шикюр. Ну что, он поспешил, все-таки, да? Все, ключики. Ну, имеет право. 55-я минута. Уж вольно так здесь общаться. Мы с мячом дают удар. И, вы знаете, ошибается. Теряет просто ворота сейчас Никополидис. Мяч прямо по центру летел. Мне так показалось. Давайте посмотрим, что же произошло. Честно говоря, мне кажется, только камера, которая за воротами находится, может четко дать картину происходившего. Происходившего. Смотрите. Ну, чуть вправо от Галкибера мяч полетел. Чуть вправо. И, посмотрите, не сильно он летит-то. Да, совершенно точно. Почему-то оказался в левом углу Никополидис. Потерял он просто ворота. Ориентировку на местности полностью он. Терял, поэтому вот это произошло. Был такой досадный. В общем, там, честно говоря, после такого удара надо было спокойненько мяч забирать в руки. И намертво причем. Вот это да. Вулкан понадеялся на то, что мяч летит-то мимо, а мяч в штангу попал. Потрясающая игра. Потрясающая игра. Мяч выбивается. Вновь возвращается он к грекам. Подача очередная. Здорово. Дальше вне игры. Я не уверен, что вне игры было. Ну, вот так вот. Посмотрите. Похоже, все-таки было. Сискат его не услышан. Динакополус влёг сейчас раненчет, но... По-моему, арбитр нет зафиксирования положения вне игры. А вот здесь может получиться хорошая контратака. Ещё один удар. И опять бездарно играет. Просто сегодня что-то случилось с Никополидисом. Я ничего не понимаю. Что происходит? Он вновь потерял ворота. Опять удар почти... Да не почти, а точно по центру ворот. Давайте посмотрим ещё раз. Это какая-то трагедия сегодня. Переклинило. Никополидисы просто переклинило. Да посмотрите. Уходит вправо. По каким-то совершенно непонятным причинам. Вот это да. Стараются греки. Но! Минус два это уже очень много. В пассиве два пропущенных. А во втором тайме мяча это, конечно, перебор. Я вот не понял. Валкан сейчас всё-таки сумел отбить мяч. Или всё-таки штанга была. Да, не везёт сейчас, конечно, грекам. Смотрим. Нет, так, я не поднимаю. Ещё раз повтор бы был. В другой точке, наверное, вы бы сообразили. Ну, а бил по вороту, по-моему, Кирьякос вновь. Или это Амонитидис был. Ну, естественно, замены уже многочисленные были сделаны. К этому моменту как раз Амонитидис вышел. У турецкой сборной Городиниз появляется вот сейчас на поле. Но при этом ещё раз скажу о том, что жёлтых карточек-то было, в общем-то, как кот наклакал. Вот к 83-й минуте лишь одна жёлтая карточка была показана. Турку Зану. Урецкому футболисту Гекхану Зану. Зачем он Гёкхан. Как красиво! Вот это да! Вот это гол! Фантастика! Просто фантастика! Гекдениз Кародиниз. Вышедший сейчас на замену совсем недавно. Забивает потрясающий гол. Фантастика! Просто фантастика! В доме как прокинул мяч-то, а, Делосу. Троянос Делос. Долго вспоминать будет ещё момент этот. Ну, а что касается Никополидиса, это, что называется, до кучи уже. Вот я не понимаю, почему он, отражая удар, лицо прятал в утёсах каких-то, поэтому и не видел, куда мяч летит. Ну, что всё ясно, разгром учинили турки в Греции. И они становятся лидерами отборочной группы С. Ну, и их положение, в принципе, теперь становится не просто предпочтительным, а идеальным, учитывая, что две команды проходят финальную часть чемпионата Европы. Греки уже не сопротивляются, видите? В центре поля спокойно разыгрывают мяч турки. Можно мяч вернуть и Вулкану Демирелю. Сегодня он хороший матч провёл. Вы видите, что полстадиона уже покинуло поле, а точнее трибуны. Так что расстроены болельщики. Если бы не турецкая сборная, например, германская, немецкая команда, всё-таки не так было бы грустно. А так, конечно, кошмар полный. Теремь, я так понимаю, идёт к Хрейхайгелю, а может быть, просто к своим игрокам. Нет? Смотрите. Отметился он не с кем-нибудь, а с никополитикцем поздоровался. Ну, а может, попрощался. Итак, сборная Турции. Четыре матча, 12 очков. Разница забитых и пропущенных. Плюс 11. Слышь один гол пропущен. Фантастика. Группа F. Ну, что здесь любопытно? Ну, любопытно то, что сборная Испании, которая сейчас принимает на Сантьяго Бернабелл в Мадриде сборную Дании, после четырёх, получается, матчей имеет всего лишь четыре очка. Это, конечно, катастрофа. Шведы имеют 12 очков после четырёх игр. Северная Ирландия. Обыграв Лихтенштейн сегодня, уже имеет 10 очков после пяти встреч. Ну, вот датчане, выходя на матч с панцами, и то имеют в два раза больше очков. Восемь против четырёх. Так что испанцам не просто отступать некуда. Ничья фактически ставит, я думаю, крест на работе Луиса Роганеса в сборной Испании. Так что быть или не быть, вот в чём вопрос. Я думаю, и в этом туре, и в туре следующем Испания должна побеждать и Данью, и Исландию 28 марта. Испанцы в своей традиционной красной синей форме. Состав испанцев касились первым номером. Наварро второй, Марчена четвёртый. Кабдивилле шестой. Анхел Лопес седьмой. Хави Эрнандес с восьмой. Ньеста десятый. Давид Сильва. Шестнадцатый. Альбелдар. Семнадцатый. Мариентес девятнадцатый. И Вильев играет под 21-м. Сборная Данья. Вот видите, Николас Йенцин получает жёлтую карточку уже в самом начале матча. Ещё одно нарушение. И опять это же Николас Йенцин. Вот это да. Вот это начало. Максимо Бузако, швейцарец с итальянскими корнями, уже на двадцатой минуте оставляет датскую сборную без Николаса Йенцина и оставляет в десять и ром. Вот так вот. Вот это начало. Так что десять человек состоит в сборной Дании. Воротов Сэренсин первый номер. Айгер четвёртый. Графгор третий номер. Якобсин седьмой. Йенцин пятый. Боулсин второй. Ну вот Николас и Йенцин уже теперь нет под пятым номером у нас. Сейчас, наверное, будут какие-то перестановки, а тем временем мы видим, как испанцы едва счёт не открывают. Даниэль Йенцин шестой номер, другой Йенцин. Калленберг восьмой, ромедаль одиннадцатый, Йоргинсин десятый. Томасон играет под девятым номером. Мортен Ольсен главный тренер сборной. А мы ещё и ещё раз смотрим, как пытался здесь Лопес порабить поворотом в том числе. Не получилось. Ну так что, была замена сделана тотчас или нет? Нет, сразу замены сделана не было. Тот же состав, только без Николаса и Йенсена. Так что Мортен Ольсен какое-то время выжидал. Сильва пробил сильно в ближний угол. Хорошо уверен, играет Томас Эрнсин. Ну, один из лучших в Европе вратарей. Томас Эрнсин. Ой, как Мариантес играет. Ох, как Мариантес-то играет. Переживает он вторую молодость. Блистательно играет. Вернулся он в Испанию. Чувствует себя отлично. Да, убрал легко Айгера. Ну, передача нестыла замечательной. Здесь никакой Эссернсин не поможет. Итак, 1-0. Испания повела в счете на 34-й минуте. И после этого вот последовала замена. Смотрите, как испанцы атакуют. Удар очень приличный. Плотный. Смотрите, Хави как бьет, а. Фернсин молодец. На 38-й минуте вместо Йоргенсена на поле появился Леон Андреасен. Но испанцы по-прежнему в атаке. И... Давид Вилья делает счет 2-0. Ну, видно, на каких скоростях действует испанцы. Испанцам терять очков нельзя. Испанцев. После победы над Лихтинштейном. Поражение в Северной Ирландии 2-3. Поражение в Швеции 0-2. Это все просто ужасно в действительности. Так что Испанию надо, конечно, отрабатывать. Ну, видите, Юна Даля Томасона. Капитана датской сборной. И все равно тяжеловато. Тем не менее, посмотрите, это мощнейший выстрел. Мяч врезается в штангу. Касильс, по-моему, не успел. Смотрю внимательно на замены Грюнг Яйр на 60-й минуте. Нет, но у нас еще нет 60-й минуты. Еще рановато. Смотрим, как атакуют датчане. И все-таки они добиваются своего. Ну, что ж, здорово. Мне показалось, что это был Микаэл Грангор. Графгор, точнее. Смотрите. Да, это пробил третий номер. Это пробил защитник Графгор. И так в десятером датчане все-таки своего добились. В какой-то степени. Ну вот, у нас сейчас уже 65-я минута идет. Еще раз скажу, что к этому моменту замены были сделаны очередные. Вместо Калленберга у датчана вышел Грюнг Яйр. У испанца вместо Хави появился Хави Алонсо. Мориэнтес также ушел с поля. Вместо него вышел Фернандо Торрес. Не успели здесь испанцы. Чуть-чуть не хватило скорости. По-моему, как раз именно Хави Алонсо там рвался. 72-я минута. Нельзя. Нельзя упускать эту победу испанца. Пусть она будет с минимальным перевесом, но она нужна. Больше испанцам очков нельзя терять. Особенно в домашних матчах. Ну, явно сейчас не добирался до мяча нападающий. Хави Алонсо сыграет своим партнером. И хороший выстрел. Ну, и Иньеста, и Хави владеют действительно очень симпатичными ударами. Но, вы знаете, испанцы во втором тайме сами на себя были не похожи. То ли боялись упустить вот эту синицу, но журавлем просто не стали они пытаться даже, пытаться ловить этого журавля. Поэтому вот два-один их вполне устраивал. Между прочим, желтые карточки в самом концовке получили исключительно испанцы. Ангула, Анхиллопес, Андрес Иньеста. Не знаю по каким причинам, но может быть как раз за тяжку времени, не знаю. Так что испанцы в конце матча начудили в этом смысле, но получали желтых карточек. Напоминаю, уже с 20-й минуты датчане играли в десятером. И тем не менее, сумели один гол забить. Но этого явно недостаточно для того, чтобы даже сравнять счет в этой встрече. Итак, 2-1. Мориентас и Давид Вилля забили по мячу. Граф Говард ответил одним ответным мячом. И испанцы выигрывают. Испанцы начинают восхождение. У испанцев теперь 7 очков после пяти матчей. И очередной матч в Исландии. 28 числа надо обязательно выигрывать. Обязательно. Ну, давайте посмотрим на турнирную таблицу сейчас. Группы F. Шведы, по-моему, никаких проблем иметь не должны. Хотя, в какой-то степени удивляет Северная Ирландия. Что-то будет с этой командой далее. Сегодня она легко обыграла Лихтенштейн. Ну, что в общем-то совершенно не странно. А наоборот, обычное явление. Еще один матч. Сегодня он был в прямом эфире канала Евроспорт. Литва на Францию. Французы были лишены ряды основных ключевых игроков. Рибери, Анри, Веера, Трозеге, Саа. И все это привело к тому, что французы провели очень бледно всю встречу. Но вот этот вот индивидуальный проход Анель-Каза решился взять им в ворот. Корчемарфис. К сожалению, вратарь, который блистательно провел весь матч, в этом эпизоде, наверное, вот единственный раз действовал не очень удачно. 73-я минута. Анель-Каза приносит победу, столь важную победу французам. Эта группа, где играют французы, она самая слезная. Франция, Шотландия, Украина, Италия бьются за две путевки. Шотландцы тоже набрали с трудом два очка, чуть ли не в 90 минуте забили они победный мяч. Да, вот 2-1 они вырвали победу. У грузинской сборной Украина спокойно достаточно выиграла у Фаревских островов. Так что вся борьба в этой группе еще впереди. Там действительно очень и очень много событий. Ну что ж, группа А. Здесь Португалия в пух и прах разбила Бельгию. Португалия потихонечку набирает темп. Ну а поляки после катастрофического старта сейчас выдают просто невероятную эффектную, а главное эффективную игру. Ну и Казахстан победил Сербию. Вот это главная неожиданность сегодняшнего дня. Группа Д. Ирландия с огромным трудом побеждает Уэльс внутри очка. Это самое главное. В главном матче в этой группе чехи уступили немцам и по делу уступили за счетом 1-2. Так что немцы лидируют. Хотя вот здесь неправильно турнирное положение. Как раз у немцев-то 12 очков. Здесь несколько ошибочная сейчас была турнирная таблица. Россия выигрывает у Эстонии за счет дубля Киржакова. И продолжает гонку за Хорватией. Ну что ж, у нас остается вот такой музыкальный клип и футбольное видео с неудачами и удачами отдельных конкретных футболистов и команд. А мы с вами прощаемся. С вами сегодня работали Юрий Панкратов и Дмитрий Кузьмин. Удачи и до новых встреч на канале Евроспорт. Всего доброго! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова